На прошлой неделе отделение скорой медицинской помощи приняло 249 вызовов. Госпитализирован один участник дорожно-транспортного происшествия. Круглосуточный стационар поступило 103 человека. Заболеваемость ОРВИ в городе остается низкой. Диагноз «грипп» не выставлялся. В акушерском отделении появилось на свет три младенца. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города проходит в нормальном режиме. Ограничения и нарушения отсутствуют. Продолжается работа по обслуживанию квартирных домов и по проведению собраний. Вчера у нас проходила очная форма собраний в доме 1Б3 микрорайона. И в пятницу у нас планируется проведение очной формы собраний в домах номер 2 и номер 3 микрорайона. Эти собрания будут касаться комфортной городской среды и вкладывать на предстоящий 2019 год. На сайте администрации проводится голосование во всероссийском конкурсе «Малые города». Его цель – поддержка привлекательных городских пространств. Проект может привлечь город посетителей, развить индустрию услуг и поспособствовать повышению качества жизни. В случае победы Десногорск получит государственную поддержку из федерального бюджета. Также на сайте ведется голосование по созданию в городе памп-трека для любителей экстремальных видов спорта. Оба голосования продлятся до 28 декабря. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Гесна ТВ.